Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Нолонского! Мы тут немножко прогуливаемся по Воздвиженке Киевской. Это новый старый район, точнее старый новый, не, старый новый все-таки, скорее чем новый старый. Тут у нас когда-то еще в 80-е годы прошлого века были, я не шучу, тут были дома с соломинами крышами, такие, знаете, хатынки были, что полуглиденные такие, вот с прошлого века, и на них было без слез невозможно смотреть. Ну а сейчас, конечно, тут построили такое, одвухали, что ну вот такое вот все. Очень красиво, конечно, сделано. Вообще район просто шикарный получился, но лишь пойдет не о районе, хотя я пока буду идти, вы можете смотреть, где я нахожусь, и понимать, насколько классный Киев. Так вот, речь идет о том, что на России заявили, что, в очередной раз заявили, что нас нужно уничтожить, потому что мы что-то там задумали против Дугина, его дочери и так далее. Я уже, конечно, объяснял, что это полная чушь, потому что против Дугина никто ничего не задумывал, и уж точно не против его дочери, ну просто в силу того, что птица не того полета. Я не отрицаю, что наши могли бы укандропупить каких-то там значимых расистов, и с этим никто не спорит, но для этого это должны быть какие-то, знаете, персоны, которые принимают решения. Но уж точно не Дугин, который, которого звали никак, он вообще ничто, и решения принимал никакие. То есть это человек, который абсолютно не влиял ни на что. Единственное его предназначение было это просто-напросто гавкать и создавать белый шум из ничего. То есть этот товарищ не решал ничего. Соответственно, вот этот вот весь треп русских о том, что это сделала Украина, ну это полная глупость, скажем так. Этот товарищ, он был даже выгоден, потому что, знаете, ну он и есть выгоден, не его же контрапупили. Так вот, ну он выгоден живым просто потому, что он создает вот такое вот реноме. Он показывает истинное лицо расшизма, понимаете? И скажем так, его язык, он как бы нам даже полезен, потому что то, что он несет, нес в последний раз, по-моему, только доктор Геббельс. И, как говорится, если ты хочешь подсадить, как следует, Россиюшку, то вот достаточно послушать Дугина, и все понятно, как бы фашисты. И те, кто за его заветом следуют, тоже фашисты. И, как говорится, без вариантов. Поэтому еще раз говорю, что мы к Дугину на этот раз, ну вообще, без тени шутки никакого отношения не имели. Хотя вот самой Русне это очень даже и понадобилось бы. Почему? Потому что, смотрите, убийство его дочери они используют моментально с тем, чтобы каким-то образом доехать на Украину и показать, какие мы нехорошие. То есть, вот тут они это дело раскручивают по полной. А в любом деле, ищи, как говорится, ну кому выгодно. На этот раз выгодно расшистам. Ну, значит, они это все и сделали. Вот, собственно говоря, и весь вам Дугин, и вся остальная война. Ну, Аня, давайте, кто не был в Киеве, еще раз покажу. Вот район вот этот вот, где мы сейчас находимся, да? Вот, посмотрите, у меня спиной. К сожалению, взял на руках у меня самая слабая камера из всех, что у меня есть. Вот. И, к сожалению, еще и внутренняя камера. Короче говоря, снимает она абы как. Но буду надеяться, что вы посмотрите. Район старый, ему тысяча лет этому району. И отсюда, собственно, здесь проживал киевский ремесленный люд. То есть, люди, которые работали и зарабатывали своими руками. Здесь никогда в жизни не жили богатые люди. Здесь жили только работники. То есть, смотрите, здесь жили те, кто... Даже по названиям улиц, да, Гончарная, Дегтярная, да, вы можете уже понять, кто здесь жил когда-то. Это абсолютно очевидно, что... Тут нет улицы Купеческой или еще какой-нибудь подобного рода. Улицы, скажем так, улицы с рабочей, крестьянскими, если можно так выразиться, названиями. Тем не менее, все это было снесено. Это случилось уже... Сносили, ну, лет 15 назад. Приблизительно 20, может быть. И вот этот квартал, он застраивается лет... Последние лет 20, наверное. Здесь построено больше сотни новых многоквартирных домов. Или офисов. Вот такого вот плана. Все они выдержаны в одном стиле. Здесь несколько посольств находится, не буду говорить каких. Но они здесь есть. И в основном здесь офисы. Но из-за войны очень многие, понятное дело, сейчас пустуют. А так, конечно, район очень красивый. И кафе здесь очень хорошее. И вообще здесь очень приятно. Так что вот, прошу любить и зарабатывать. Кто будет в Киеве, заезжайте сюда. Так что давайте. Продолжение следует...